Всем привет! С вами Александр Баски и сегодня я расскажу вам о том, как установить в Skater XL карты и какими нужно воспользоваться для этого приложениями. На сайте skaterxlmods.com нужно скачать Unity Mode Manager Skater XL. В общем, это такое приложение, которое позволяет загружать карты в версию Skater XL, которая скачется с интернета. Далее, с помощью этого приложения, вы можете загружать любые карты, которые вам понравились. Мне, например, понравился Braille House. Напомню, для тех, кто не знает, Braille Skateboarding это американский портал на YouTube, канал-портал, на котором профессиональные скейтеры выполняют трюки. И у них непосредственно есть своя студия, свой дом, свой парк, свой гараж, в общем, называйте, как хотите. Вот. И есть в Skater XL карта, которая точь-в-точь повторяет Braille House. Такой джойстик Nokia Tech отлично подходит для игры в Skater XL. Он схож с джойстиком Xbox One S. Кнопки X, Y, A и B исполнив в тех же цветах. Но по форме он больше напоминает DualShock из PlayStation 4. И единственное, что у него нет виброотдачи. Есть кнопка Logitech, которая быстро выводит на сайт Logitech. Вот. Также стики очень удобные, шифты. Вот. Но повторюсь, что у него нет виброотдачи. Итак, вот в игре установлены карты, про которые я вам рассказывал. И запущу Braille House. На передаче я расскажу вам про Braille Skateboarding из Америки. Вот. В состав их входит Аарон, Фетти, Узи, Гейб, Карлос и Найджел. В общем, эти ребята давно катают и канал очень интересный. Вот фото. Итак, вот. Запускаю я в Braille House. Вот. Все подгружает. Вот. Загрузилось. Итак, что мы здесь видим? Мы здесь видим Braille House, то есть парк команды. Braille Skateboarding. Он в той части напоминает тот скейтпар, который мы видим на YouTube каждый день, потому что ребята выгружают видео на YouTube каждый день. Но единственное, что сейчас у них все фигуры покрашены в синий цвет. А здесь деревянные, то есть до того, как они были покрашены. Вот. Такой вот ноли. Итак, покатаем по парку. Здесь есть пять ступеней, есть три ступени. Отличное перило. Вот такое вот досадное падение. Загрузим на фигуру туда и создаем точку контрольную. Загрузим на фигуру. Такой вот степс кат. Такой вот гринд. Вот такая интересная фигура есть у Braille в хаусе. Но по традиции не получилось на нее заехать. Опять досадное падение. Почти через пять ступеней перепрыгнул. Шует через пять ступеней удался. Итак, сейчас попробуем через три ступени что-нибудь сделать. Почти через три ступени. Досадное падение. Так. Снова досадное падение. И вот такие вот наблюдаются небольшие баги. Но ничего страшного, я же привык. Вот такой вот гринд. Мне эта карта очень нравится. И советую всем скачать ее. Также вы можете посмотреть список трюков в игре Skater XL. Но единственное, что у меня не запускается, потому что у меня компьютер слабенький. Надеюсь, у вас запустится и вы сможете посмотреть, как делается каждый трюк. Там подробно написано на джойстике, куда и что нажимать. С вами был Руслан Забавский. Всем пока. Отсоединяйтесь на моем канале. Пишите. Звоните. И, в общем, ссылка в ВКонтакте моя. Руслан Забавский. Город Сироморск. Можете писать туда сообщение. Я вам подскажу, как и что. В общем, в игре Skater XL можно настроить, как установить этот мод. И как закачивать карты в игру. Потому что, я так понял, не каждый может это сделать. И не каждый это получается. А я вспомнил идею английским языком и вам помогу. С вами был Руслан Забавский. Всем пока.